Друзья, с вами я, Екатерина Романенко, и мы продолжаем с вами сегодня говорить о том, как же нам приобрести часть жилого дома, что это такое. Мы уже с вами ранее поговорили о том, что мы приобретаем либо квартиру на земле, либо долю жилого дома. А что же такое часть жилого дома, и чем же она, в общем-то, отличается от доли жилого дома, да, по сути, это на слух кажется все одно и то же. Я с вами соглашусь здесь только в одном, что это жилой дом, поделенный на несколько частей, и у каждого свой вход, у каждого свой земельный участок. Если мы говорим об отличии части жилого дома от доли жилого дома, она здесь у нас, в общем-то, всего лишь одна, что наши собственники, продавцы, они когда-то позаботились о том, чтобы прекратить право общей долевой собственности со своими соседями. Причем, друзья, вам скажу следующее, если у нас есть жилой дом, который поделен на две половинки, здесь прекратить право общей долевой собственности должны две семьи, да, два соседа, два собственника. Если у нас дом на четыре семьи, на четыре части поделен, то нельзя прекратить долевую собственность вдвоем, а те остались вдаля. То есть весь дом, да, для понимания, весь дом должен прекратить право общей долевой собственности. Как это происходит? Просто так прийти и сказать «мы хотим» тут не получится. Нужно подготовить определенный пакет документов. Это достаточно время затратная процедура, она не всегда дорогостоящая. Если все собственники согласны выйти издалей, здесь сейчас, спасибо нашему законодательству, есть много поблажек в этом плане, и мы можем сделать это достаточно безболезненно, спокойно и незадорого. Просто это требует времени и хождения, усилий, временных затрат от каждого собственника данной доли дома, для того, чтобы вывести их издалей. Они обращаются в компанию для того, чтобы представитель, один человек, тот юрист, как правило, дают доверенности, и мы занимаемся прекращением права общей долевой собственности. Что же в итоге эти люди получали? Мы получаем часть жилого дома, либо дом блокированной застройки, в котором каждая часть выделена в отдельную часть жилого дома. Сейчас это не называется как часть жилого дома, ранее мы это выделяли в чай, сейчас это дом блокированной застройки, блок 1, блок 2, блок 3. По назначению это не квартира, по назначению это жилое строение, здание, часть жилого здания. Поэтому здесь все в порядке у нас по документам получается, потому что это часть жилого здания, которая расположена на земле, и у нас идет, в общем-то, очень рядышком назначение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, с расположенным на нем домом блокированный, сблокированные еще называют застройки. И когда вы приобретаете вот такой объект права, вам, в общем-то, уже не требуется согласие всех соседей, потому что для Росреестра, для регистрирующего органа такой объект считается самостоятельным объектом. Это ваша собственность, в которой обозначена конкретная площадь, не от общей площади всего жилого дома, а именно ваша выделенная площадь, что это ваша собственность, и у вас там же, как правило, бывает часть земельного участка или земельный участок собственности. Вот, кстати, бывает очень часто так, что дом, допустим, там 100 квадратных метров, земельный участок 6 соток, да, и вот дом разрешили поделить и прекратить право общей долевой собственности, и он стал собственностью каждой у своей половины, у каждой у своего владельца, да, 50 метров у Екатерины, помните, да, Екатерина купила дом, и 50 метров у семьи Александра, и вот у каждого у нас будет собственность, а вот земельный участок у нас был, допустим, 4 сотки, вот наш дом, эти 4 сотки по 2 нам не разрешили, потому что не хватает нормы площади земельного участка. Но это тоже отдельная тема по земле, она вам сейчас не сильно нужна. Нам главное, чтобы дом был поделен, была прекращена вот эта долевая собственность по дому, и как только соседи прекратили долевую собственность по дому, дом у нас стал называться чай жилого дома, либо дом блокированной застройки, блок 1, блок 2, здание. Вот это для нас самый идеальный вариант, потому что в этом случае все документы абсолютно в порядке, и вам ничего не нужно будет переделывать. Поэтому хочу подытожить, о чем мы с вами сегодня говорили, о чем я вам в несколько этих видео так хочу донести и рассказать, о том, что у нас есть с вами несколько видов права, несколько объектов права, такие как квартира на земле, доля жилого дома и чайного владения. Если смотреть на сам объект, вот стоять на улице и смотреть на него, то для вас визуально это одно и то же. Но для нас, как для специалистов, когда мы планируем приобрести такой объект с вами, для нас это разные совершенно объекты права. И нам нужно понимать, на что мы рассчитываем, что вы хотите получить в итоге, какой у вас будет порядок расчета. Вот порядок расчета здесь очень важен, потому что не каждый такой объект мы можем купить за кредитные денежные средства, я вам об этом напоминаю. И также с использованием разных сертификатов и каких-либо там федеральных программ. Поэтому, если вы, друзья, планируете приобрести такой объект недвижимости, я вам очень рекомендую заранее проконсультироваться, заранее созвониться, ну и, в общем-то, выяснить, на что можно рассчитывать. А лучше такие объекты, да и все сделки с недвижимость лучше проводить с специалистами. Тогда они у вас пройдут спокойно, безупречно. Мы очень к этому стремимся. Стараемся предусмотреть все, чтобы ваши сделки заставляли вам удовольствие. Подписывайтесь на наш канал. С вами я, Екатерина Романенко, практикующая юрист-риэлтор. Всегда добываю вам помочь. Мои контакты ниже. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Буду на них с удовольствием отвечать. Продолжение следует...